всем привет сегодняшняя тема будет как и откуда скачивать за образы linux чем скачивать чем проверять и чем записывать ну вот самое известное место наиболее популярные среди пользователей это веб-сайт distro watch.com то есть сайт на котором производится скажем так рейтинговая оценка дистрибутивов и если пойти на этот сайт вот она то здесь нужно просто-напросто ползунком пробежать несколько вниз и вот колонка за последние шесть месяцев какие были самые популярные скаченные дистрибутивы linux и если долгое время linux mint стоял на одном из первых мест то теперь чуть ли не в два раза по рейтингу его превысил mx linux mx linux я по ней делал обзоры и в предыдущих своих уроках и говорил что ребята сделали великолепную работу и очень легковесный получается дистрибутив и очень надежный как видим через какое-то время значит и мнение пользователей на тоже сравнялась с моими оценками очень хороший быстрый дистрибутив я его называл ракетой очень легковесный очень не требователен к системным ресурсам компьютера ну в общем делает все что надо и в нем есть даже программа для создания собственных изообразов по типу систем бака создает образы уже настроенные вами системы и практически но вы уже можете свои созданные скажем так сборки распространять среди своих друзей и знакомых очень популярная штука и плюс к ней можно приделать кучу рабочих столов и так значит как это дело делается вот вы нашли в колонке mx linux кликнули по нему левой кнопкой мышки на попали сюда а можно значит скачивать отсюда вот 18.3 за 28 мая а можно перейти сразу на веб-сайт документация скачивать зеркала загрузок можно пойти сюда вот пишется что настоящий релиз 18.3 спрашивать как это получить how to get it значит вот можно значит пойти на зеркала а можно значит по скачать по torrent файлу или даже можно купить вам эту флешку как говорится там вышлют или на dvd ну давайте пойдем на зеркала вот здесь значит имеется список зеркал видите практически весь земной шар перекрыт очень даже и очень красиво очень популярный дистрибутив значит и также дается на контрольная сумма значит для дистрибутива на 32 бита рассчитанного и на 64 бита вот эти контрольная сумма даны значит дальше вот даются страны вот дистрибутив это на старенькие компьютеры на 386 это вот на новое находите свою страну по списку пробегаетесь в россии представлена вот пожалуйста два сайта на нее как говорится имеют ссылки откуда можно скачать качайте с любой из них около старенький компьютер вот качайте вот эти вот 386 но значит в зависимости от страны проживания значит просто вот кликаете по этой циферке и пошла закачка у меня все это дело на прицеплена к менеджеру загрузок он абсолютно бесплатный скачать его можно вот здесь вот значит его адрес я даю вот здесь вот тут более ясно видно free бесплатный download загрузчик менеджер менеджер бесплатный менеджер загрузок .org вот а можете просто скачать средствами своего компьютера даже без менеджера значит когда все это дело значит вы скачаете вот я нажимаю закачать и пусть он тут себе потихонечку как говорится и качает мы тем временем пойдем дальше значит пока там все это качается образ который мы скачаем нужно же будет чем-то проверить и чем-то записать значит проверяет обычно виртуальной коробочкой вот по этому адресу вот этот адрес так вот выглядит так где у нас тут вот виртуал бокс вот смотрите адрес htps virtualbox.org wiki downloads короче вот отсюда значит отсюда значит зависимости от вашей операционной системы если вы на винде идете на windows если вы на линуксе идете на линукс скачиваете в зависимости от вашей платформы значит виртуал коробочку он допустим я сейчас на винде вот сразу мне предлагает скачать виртуальную коробочку но она у меня уже есть и уже скачивать не буду пошли дальше значит и последним пунктом чем записать я рекомендую всем писать на фрешки небольших размеров там 4 4 там 8 гигабайт на одиночные и писать программы ру фуз значит ну лично я пользуюсь этим делом давно я на этом уроке не говорю о создании больших флешек на которые можно там и 5 и 10 операционных систем записать нет я говорю самый простейший вариант вот вы решили попробовать я показал вам откуда это дело можно попробовать значит я показал вам чем скачать показал чем проверить и чем записать вот будем смотреть программу rofos давайте посмотрим вот эта программа rofos ну вот адресочек ее значит в листочке там да вот так она выглядит здесь всегда нужно будет вот внимательно смотреть вот на эту опцию если у вас диск старый на компьютере и таблица разделов мбр или мсдостачка иногда говорят надо делать вот такие вот выставки опция а если у вас современный диск тут надо нажать на это выпадающее меню выбрать там gpt gpt там будет стоять все уже необходимое под gpt вот поставите вашу флешку и будет вам счастье скачать все это дело опять таки можно вот последней версии 3.6 на данный момент скачаете ее установите она запускается сразу тут установщик не нужен и кстати переведена на русский язык вот видите тут написано есть менюшка и на русском языке так что сказать для тех кто озабочен все это дело говорится имеется значит вот такие вот скажем этапы касается значит вот того что если вы решили взять скачать linux попробовать его проверить потестировать и так далее ну как я всегда и говорю что вот в своих прежних там уроках сделал я их в июле значит первый урок я сделал как создать резервную копию винды и как из нее восстановиться второй урок значит запомните если вы на винде и вы не хотите допустим ее потерять по каким-то там причинам то всегда нужно сделать резервную копию лучше образ лучше всего делать резервную копию на внешнем жестком диске тогда вы можете полностью переформатировать вас жесткий диск и все равно восстановиться на него из внешнего жесткого диска не потеряв своих важных данных дальше значит уже у вас можно будет стоит винда можно будет туда еще добавить и linux и сделать общую менюшку и как говорится из нее уже все это дело загружаться ну вот смотрите у меня появилось сообщение что загрузка закончена значит я подробности вам уже не буду рассказывать как установить виртуальную коробочку уж я думаю до этого сами дойдете вот а я сейчас ее просто-напросто запущу вот она значит здесь мы к ней прицепим даже предлагают новые версии добавляются пока нечего спешить и вот я к ней у меня уже настроено все я сейчас добавлю только носитель носитель я сейчас добавлю так поищем где у нас тут вот он он в отделе загрузок мы этот образ скачали значит опции какие у носителя значит дисплей видите выведен почти что на полную раз значит дальше памяти ну вот у меня памяти хватает я поставил треть от памяти я использую и процессор два процессора использую из четырех вот такие вот у меня аукции нажимаем на окей нажимаем на старт и начинаем проверять образ который мы скачали есть еще можно проверять образ по цифровым там этим данным вот мне нравится больше графический способ вот взяли нажали как говорится уж если образ запускается так он и запускается если нет значит по новому перекачиваете и все здесь вот идет старт и пусть как говорится он себе там идет вот видно что система загрузилась ну а если как говорится система загрузилась то это говорит только об одном что значит этот образ рабочий и он может быть записан на флешку вот и все уберем закрываем этот образ закрываем виртуальную коробочку ну и теперь значит остается вставить флешку где тут у меня рояль в кустах завалялся сейчас я флешку какую нибудь выберу и мы запишем образ на флешку итак я нашел флешечку совершенно крошечную там на 4 гигабайта и сейчас значит буду на нее программу Rufus записывать из образа который мы скачали и проверили на виртуальной коробочке вот я запускаю программу Rufus так вот смотрите нужно выбрать образ вот у меня в папке загрузок он сидит теперь совершенно четко нужно знать во первых куда вы будете ставить на какой жесткий диск или на какого раздела жесткого диска какая на нем архитектура если вы будете ставить себе на компьютер то это очень легко узнать вот смотрите правой кнопкой мышки я кликаю иду значит на управление дисками диск менеджмент вот у меня основной допустим диск здесь вот неизвестно или это MBR MS-DOS или это GPT вот правой кнопкой мышки кликайте вот здесь идете в свойства и вот здесь третья вкладочка тома вот здесь вы видите что у меня это GPT то есть это ну современный скажем на жесткий диск нормально свойства вот этого второго моего большого жесткого диска тоже можно посмотреть тоже пойти свойства тоже пойти Volume и тоже видим GPT на старых компьютерах там чаще всего бывает MBR и MS-DOS и поэтому естественно или допустим у вас современный компьютер но вы будете там ставить там свои бабушки или кому-то у которых старые там лица MBR тогда вам следует оставить вот эти вот разделы вот вот а если у вас современный MS-JPT то надо вот так вот выбрать GPT и вот видите он сам уже все остальное делает то есть вот будьте очень внимательны то есть вот как находясь на винде определить какой у вас там диск или GPT или MS-DOS значит я показал но даже если вы у вас таблица разделов MS-DOS вы хотите записать вот в таком варианте GPT потому что знаете что будете ставить на другой компьютер у которого современные таблицы разделов то выбирайте вот такие параметры то есть тут все зависит именно от того что вам это дело потребует дальше значит вот галочка отмечена значит вот эти два пункта ну и нажимаете на кнопочку вот тут две опции обычно идет на ура вот эта вот опция и рекомендуется но даже если сплешка не стартует или что-то не то то можете повторно записать ее ну уже скажем так в посекторном режиме вот нажимаете вот кнопочку окей и пошла запись ну пока идет запись мы значит несколько остановимся и подождем и так запись закончена из образ перенесен на флешку теперь можно закрыть и значит уже в следующем уроке я вам расскажу и покажу как стартовать с флешки и как с флешки значит запустить программу джепартит при помощи этой программы как откусить необходимый себе кусочек чтобы туда linux поставить ну и все скажем остальное всю весь процесс установки с флешки на жесткий диск компьютера и так под каждым уроком у меня будет менюшка и по мере значит появления новых уроков значит там будет добавляться значит новые видеоролики связанные в единую общую тему как например я делал вот здесь вот у меня получился огромный большущий видеоролик на 2 часа значит ну очень легко в нем ориентироваться почему когда вот показать больше или шоумо нажимаете то здесь идет оглавление вот и с любого значит момента то что вам интересно значит вы идете и значит смотрите требующийся вам раздел а здесь я значит поступил по другому я просто делаю каждый видеоролик по отдельному вопросу а потом будет скажем так обзорный последний заключительный видеоролик куда будут включены вот все эти самые ходовые разделы где вы можете посмотреть всю необходимую информацию ну скажем так тоже масло масляное но сказать роль особо это не играет как кому нравится все все то что это не что это не то что это